Ну и как вам на третьем курсе? Вы многого достигли. Но я не удивлена. Я всегда знала, что вы достойны быть среди нас. Только теперь уж не подведите меня. За работу. Итак, ваш странный мистер Мозли отравился инсектицидом. А полиция думала, это фенциклидин? Хорошо, что вы копнули глубже. Предупреждаю вас насчет полицейских. У них другие задачи, они могут противоречить нашим. Пусть они делают свое дело. А вы свое. Не бойтесь отгонять полицейских от больного. Когда закончите, пожалуйста, пусть работают. По опыту, могу сказать, патрульный Гриффин особенно назойлив. Однажды отказался выйти из палаты, потому что хотел получить признание от умирающего бандита. Бандит умер, так и не признавшись. И Гриффин подал на нас жалобу. Хотите? Кусайте. Кусайте. Поняла. Да. Когда? Ясно. Поступает автотравма. Трое пострадавших тяжелые. Готовим места в темпе. Надеюсь, вы отдохнули, потому что вам представляется шанс показать начальству, на что вы способны. Мама! Эмма Смит Харрис. Восемь лет. Была пристегнута автомобиль, врезался в другой. Жалобы на боль в левом предплечье. Давление 158, пульс 88, дыхание 20. Ехала с родителями. Они гораздо тяжелее. Мне больно. Сделайте что-нибудь. Принимайте ее, а я за отцом. Пошли. 25-й пациент скорой помощи один. Эмма Смит Харрис, 8 лет, школьница. Пациентка поступила в приемное отделение с жалобами на боль в левой руке. Причина – дорожно-транспортное происшествие. В прошлом особых проблем со здоровьем не было. Все профилактические прививки получила в соответствующие сроки. Мама говорит, что папа слишком быстро ездит. Она будет ругаться. Подержите меня за руку. Так, пульс в норме. Дыхание 20 минут в норме. Гемоглобин 98% в норме. Мама, какая? Кактериальное давление в норме. Температура в норме. Все нормально. Давайте... Где мои мамы и папы? Почему их тут нет? Ощупаем ее левую руку, на которую нажалось. Ой! Деформация левой руки. Пальпация болезненна. Под незначительным повреждением поверхностных тканей могут скрываться тяжелые травмы внутренних органов и скелета. Так, поподробнее посмотрим, чьи залечить на стекло. Гобби Джонсон все время хвастает шрамом на животе. Вот пусть теперь увидит вот это. Рука уже не болит. Синяк на левой руке. Берем анализ крови. Не надо, пожалуйста. Но не надо. В норме. Клинический анализ крови, ее группа и совместимость. Стандартный набор лабораторных данных, которые должны быть известны о каждом пациенте с травмами. Делаем рентген левой руки. Обещайте не оставлять меня одну. Здесь очень серьезно. Смотрите, какой серьезный перелом со смещением. Это не трещина. Чем мои друзья в школе. Это конкретный перелом. Перелом локтевой кости со смещением отломков. Так, делаем ей обезболивающий укол. Пожалуйста, не делайте мне больно. Ну, пожалуйста. Веден морфин. Морфин. Переломы всегда болезненные, требуют введения наркотических средств. Накладываем на левую руку шину. В принципе, мы ее выпишем. В больнице ей делать нечего. Можно показать это в школе? По словам пациентки, рука болит значительно меньше. Шина уменьшает боль и снижает вероятность повреждений мягких тканей обломками кости. Все, давайте выписывать ее. Значит, диагноз у нее. Перелом. Перелом левой локтевой кости. Значит, при выпуске наблюдение специалиста ортопед. Назначение анальгетики. Дополнительные службы домашнего обслуживания. Так, инструктаж пациента. Уход за шиной. И перелом. Все. Двести девяносто из трехсот за процедуры и двести из двухсот за эффективность. Ну, доктор, вы опять молодцом. Эмма в полном порядке. Не могу сказать того же о ее родителях. Бедняги. Мы отдадим Эмму и ее тете. Когда она приедет, я передам ей ваши рекомендации. У нас много больных. Пора за работу. Уходите. Ну? Не видите? Она вас боится. Идите, я побуду с ней и попытаюсь успокоить. Бедняжка и без вас столько пережила. Уходите. Продолжение следует. Продолжение следует...